Как при помощи комплексных чисел разлагаться на множители разного числа, которые казалось бы на множителях изложенных ягодов, и как при помощи комплексных чисел полностью разобраться с вопросом, какие натуральные числа представимы, а какие натуральные числа непредставимы в виде суммы квадратных. Была в кванте в свое время статья моя сумма квадратов и целые гауссовые числа. Это можно посмотреть и в моей книжке, которая называется «Апитметика», я более придумал гаусс, который таким образом проиллюстрировал полезность этих чисел. Идея такая, если у нас есть выражение «А в квадрате минус В в квадрате», то его можно представить как «А минус В в коже на А минус В». Так называемая формула разность квадратов. Разность квадратов. Это произведение разности чисел на их сумму. А вот если сумма квадратов. Можно ли ее представить в виде произведения каких-то литерского скопа? Оказывается, можно. Надо просто-напросто ввести новую губочку. Она обладает следующим свойством. В квадрате равна минус В венец. На первый взгляд, это, конечно, полный ерунда. Почему? Потому что квадрат числа может быть 30. Но кто вам сказал, что перенажать мы обязаны только числам? Вообще-то на свете есть и другие объекты, которые можно перемножать. Например, одним из важных для практики, что называется, объекта, является угол поворота. Вот смотрите, я сейчас стою перед вами, а потом я повернусь на какой-то угол, а потом я еще повернусь. Вы понимаете, что если я сначала повернусь на 45 градусов, а потом еще на 45 градусов, то я в результате повернулся на 90 градусов. Согласны? Так вот, господа, идея в математике такая. И это поворот на 90 градусов. Давайте поймем, что происходит при этом с всей космоса. А происходит очень простая вещь. Вот у меня была тучка, при повороте на 90 градусов она переходит сюда. Что произойдет, если еще раз повернуть на 90 градусов? 180. 180. А что такое 180? Если у меня была единица, это минус один. Ребята, вот поворот на 180 градусов разумно представляет себе, как умножение на минус единица. Согласны? Да. Вот соответственно. Поворот на 90 градусов естественно представляет себе, как умножение на и. где и, это такой замечательный объект, который в квадрат возведешь, то получится умножение на минус единица. Ну, на самом деле, я сумеется, сейчас сказал, по-моему, в раз меньше, чем надо, трудно сказать нельзя. Сделаем мы с вами следующее. То есть, те разложения простого числа на сумму квадратов, которые у меня уже сегодня были вывезти, вы сейчас запишите при помощи буквы И. Я, к сожалению, уже все стер, но наверняка они остались у вас в тратке. Поэтому, пожалуйста, правитуйте, а я, соответственно, запишу. Поехали. Значит, что такое 2? Это 1, ну, я сначала буду писать то, что сам помню, а потом вы мне правитуйте то, что я... Итак, 2. Это 1 плюс единица, умножить на 1 минус единица. Объясняю почему? Потому что это есть 1 в квадрате минус единица в квадрате. А это 1 минус минус 1, то есть это 2. Хорошо. Число 5. Это 2 в квадрате плюс 1 в квадрате. То есть, это 2 плюс единица умножить на... Так. Кстати, очень важная вещь, это то же самое, что 1 плюс 2 единица умножить на 1 минус. Хорошо. Поехали дальше. Какие числа нам еще давалось предстоять? После пятерки, какое последующее мы просто считаем? 12? 11. 11 не было. Простое. Простое было 13. Это было 3 в квадрате плюс 2 в квадрате. А что это такое? 3 плюс 2 единица умножить на... 3 минус 2. 3 минус 2. Отлично. Так. После 13 было 17. Это что такое? 4 в квадрате плюс 1 в квадрате. 4 плюс и умножить на 4 минус и. А вот сейчас я вам покажу следующий забавный фокус. Ребят, я уже набрал достаточно много чисел для того, чтобы вам показать фокус. Я возьму числа 2, 5, 13 и 17. И все переможут. 2, 5, 13 и 17. Вообще-то число получится довольно большое. Ну, 2 на 5 это легко. Это 10. 13 на 17 кто умеет? 170, 151. Сколько будет? 150. 221. 221. То есть на самом деле это 2210. Представить его пересумы квадратов. Разумеется, можно было бы немножко подумать, пристоминать квадраты. Но это не нужно. Я сейчас при помощи комплексных чисел легко представлю вот это число в виде суммы двух квадратов. Сделаю я это так. Отлично. L, P, L, P. Отлично. L, P, L, P. Так вот, я теперь рассказываю, что я сделаю. Я пройдусь по вот этим вот штукам, а именно, вот у меня здесь вот L, а здесь P. Здесь L, здесь P. L, P, L, P. И из каждой строки выберу в соответствии с вашими пожеланиями L или P. Что в одном случае получится, когда L, 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 P. 3L. Это 1 плюс I. Пожалуйста, все записывайте. 1 плюс I. Дальше. 2 плюс I. 3 плюс 2 I. И здесь P. 4 минус I. Отлично. И другое разложение. Там, где L, P, L, P. Это будет 1 плюс I. И умножить на 2 минус I. Умножить на 3 плюс 2 I. И умножить на 4 минус I. Ребята, обратите внимание. Моя цель абсолютно, что называется, палиотическая. Я хочу найти разложение в сумму квадратных. При этом вычисления я провожу при помощи комплексных чисел. Вот эта идея. По тематике новые объекты вводятся не потому, что захотелось, так сказать, всяких глупостей, захотелось там абстракции и так далее. Нет, совершенно нет. Новые объекты вводятся потому, что составе гораздо проще так работать. Так, что это на самом деле такое? Это 3 плюс I умножить на 14 плюс 5 I. Здесь, к сожалению, все еще надо перемножать. Это будет 42 плюс 14 I плюс 15 I минус 5. Замечательно. Что это в конце концов получилось? Получилась замечательная вещь. Это 37 плюс 29 I. Господа, у кого есть регулятор, срочно вычисляем, сколько будет 37 в квадрате и сколько будет 29 в квадрате. 37 в квадрате 1369. По 741, пожалуйста. По 741. Господа, пожалуйста, сложите 1369 и 841. Получается, что человек что-то занимает. Что получается? Двести больше. Что еще больше? Двести больше. Двести двести. Двести двести. Двести двести. Как бы было задумано. Так, ровно то же самое я сделаю здесь. Смотрите, что здесь получается. Мы научились получать разные представления числа в виде суммы двух квадратов, просто тасуя множители. Смотрите, в чем здесь идея. Я из каждой строчки взял по одному множителю. Или левый, или правый. Можно доказать, что все способы сложения получаются таким способом. Ну, на самом деле, там чуть-чуть нужно вознял, потому что нужно понять, например, что если у вас есть разложение x квадрат плюс y квадрат, или y квадрат плюс x квадрат, то в некотором смысле это одно и то же, да? Или что можно перед x-вы знак менять и так далее. Если все эти личные вещи правильно заметить, то получается, что действительно такое есть соотношение. И для того, чтобы вам, что называется, совсем не стало понятно, сейчас я, при помощи кокосных чисел, докажу очень важную теорету. Если есть два числа, которые ставимы в виде суммы двух квадратов, то, оказывается, их произведение тоже представимо в виде суммы двух квадратов. Доказательство чрезвычайно простое. Смотрите, записываем. x квадрат плюс y квадрат. Это x плюс y умножить на x минус y. Согласны? Согласны. Берем другую сумму квадратов. a квадрат плюс b квадрат. Это a плюс b умножить на a минус b. А теперь делаем то, что мы с вами сегодня уже делали. А именно, отдельно берем вот эти два множителя. Ну, в принципе, для ясности я могу их помножить и тоже взять. Быстрее напишем. x плюс y умножить на a плюс b и. Это, ребята, x умножить на a. Я запишу так. a и x. Дальше. y, вот здесь, y умножить на b и. Это будет минус b и. Дальше. Будет y умноженное на b и x плюс a и. Если вы запишите в обоих местах минус, то легко заметить, что будет очень похожая формула. Так называемые сопряженные числа. А именно, здесь вообще ничего не изменится. А здесь появится знак минус, а больше ничего не изменится. А теперь внимания. Если я сейчас возьму сумму квадратов этой и этой, то у меня получится та самая замечательная формула. а и x минус b и x в квадрате плюс b и x плюс a и в квадрате. Это есть x в квадрате плюс y в квадрате умноженное на a в квадрате плюс b в квадрате. Ребята, очень прошу реально раскрыть скобку и убедиться, что действительно ровно все так есть. Посмотрите внимательно. Когда вы возведете первую скобку в квадрат, будет так. a квадрат x квадрат минус удвоенное произведение а x by y плюс b квадрат y. Когда вы вторую скобку возведете, будет b квадрат x квадрат плюс удвоенное произведение b x и x. Это тоже самое удвоенное произведение. Плюс а квадрат y квадрат. И вот, удвоенное произведение исчезнет, а останется действительно точным произведением. Значит, ну конечно, можно было и без всяких чисел догадаться, но в том числе комплексные числа объясняют, что если одно число представимое и другое число представимое, то и произведение представимое. Соответственно, доказать я сейчас не буду, но результат окончательный такой. Другое число является суммой квадратов тогда и только тогда, когда при разложении его на простые множители, там встречаются или не встречаются двойки. Встречаются или не встречаются простые числа вида 4n-1. Совершенно не важно. А вот дальше очень важно. Простые множители вида 4n-3 обязаны встречаться только в четной степени. То есть, скажем, 3 в квадрате представимое суммой квадрата, а 3 в первой или 3 в 2017 не представимое. Если у вас в разложении на простые множители, скажем, число 11 вошло в 2017 степени, то все, уже не представимое. В 2016-й не страшно, в 2018-й не страшно, в любой четной не страшно, а в нечетной любое простое число вида 4n-3, если вошло, то это уже все, уже не представимое.